Несколько аварий первых дней 2023-го. На 136-м километре трассы М-10 в Торжокском районе области автомобиль Киарио под управлением 35-летнего мужчины съехал в Кювет. По версии ГИБДД водитель не справился с управлением. Он же в аварии пострадал. А это последствия ДТП в Конаковском районе. 30-летняя женщина, водитель Мерседеса, не справилась с управлением. Иномарка выехала в металлический отбойник и перевернулась. Пострадал пассажир, мужчина 95-го года рождения. В Сележаровском районе Лада Ларгус выехала навстречу, где столкнулась с БМВ. Водитель Ларгуса, мужчина 79-го года рождения, погиб на месте. Пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир БМВ. На 38-м километре автодороги Тверь-Бежицк автомобиль Форд въехал в металлическое барьерное ограждение. Пострадал сам водитель и два пассажира иномарки. В Лихославле на опору ЛЭП наехал ВАЗ. И опять с причиной ДП стало неконтролируемое управление. В аварии пострадала женщина, водитель ВАЗа. В новогодние праздники мошенники не ушли на каникулы, а продолжали обманывать жителей региона. Полиция Верхневолжья призывает жителей дать отбой мошенникам. Мы предлагаем прослушать реальный диалог злоумышленницы и потенциальной жертвы. Запомнить детали этой беседы. Вы узнаете, как действуют преступники и что говорят своим собеседникам. Здравствуйте, с вами касательно вашей заявки на смена основного номера телефона. Скажите, по какой причине решили изменить номер? А я не изменял номер, я не знаю, про что говорить. Ваш номер телефона с окончанием... Был изменен на номер с окончанием 8806. Данная заявка была подана вами? Нет. Номер с окончанием 8806 вам знаком? Нет, не знаком. В таком случае данные действия я вынуждена расценивать как мошеннические. На данный момент я восстанавливаю ваш номер телефона, как и телеконтактный. В течение одной минуты вам поступит смс от банка, содержимое которого вы мне не оглашаете. Дело в том, что было зафиксировано два подключения к вашему личному кабинету с разных мобильных устройств. Одно на базе Android, второе на базе iOS. Вам необходимо отключить постороннее устройство от вашего личного кабинета и установить в их авторную защиту. То есть закрепить вашу частную запись за вашим мобильным устройством. Для этого вам необходимо пройти процесс идентификации как клиента нашего банка. Процесс идентификации – это подождение того, что вы являетесь клиентом нашего банка. В данный процесс мы с вами можем пройти либо по номеру договора, либо по номеру карты. Скажите, как вам сейчас это удобнее сделать, что имеете при себе, что тебе предоставить? Будет это происходить в личный кабинет, а подскажу, где посмотреть номер карты. В личный кабинет зайти нужно? Да. Зашли на главу МКНИ, что у вас отображается? Есть карты и счета? Ну, конечно, есть. Нажимайте. Массер счет в рублях. Отображается у вас? Да, 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 да. Что у вас отображается? Ну, сумма денег моя. Нажимаете на карту. Не на массер счет в рублях, а на вашу активную карту. Так, нажал. И в самом низу у вас должно отображаться. Перевести, пополнить инфо. Есть такая информация? Да, есть. Информацию о карте нажимаете. Показать номер карты есть? Показать номер карты. Есть, да. Отлично. Я готова фиксировать только публичную информацию. 16 номер цифер карты. Извините, но номер карты указан неверно. Для чего вы вводите на пользование сотрудника банка? Вы сейчас разговариваете с сотрудником банка, перепроверьте СМС, которое ранее было вам направлено. Оно направлено вам с официального номера банка, поэтому должно отображаться у вас в том же самом диалоговом опеку, до ранее поступали СМС от банка. Когда мошенники звонят клиентам нашего банка, сообщение, которое направляют они, отображается в новом диалоговом опеку. Будьте добры, проверьте данную информацию, убедите, что вы сейчас разговариваете с сотрудником банка. Я готова фиксировать правильный номер карты. Ну зачем вы занимаетесь такими делами? Путь осторожен. С тобой общается аферист, а не сотрудник банка. Сотрудник банка не станет запрашивать по телефону конфиденциальную информацию. Никогда и никому не называйте реквизиты своей банковской карты. Защитный код с ее обратной стороны и поступающий на телефон пароли. Перезвони сам на горячую линию банка и убедись, что твои средства в безопасности.